Девушки отдыхают Ира, как ты? Ира, голову не кружится. Нам надо водкой, водкой продезинфицировать. Дай её сама. Извини, мне показалось. Зём, Зём, ты идиот! Ты ей губу разбил! Лучше лёд приложить. Я принесу. Чёрт ты что. Это я виновата. В чём? В чём ты виновата? Во всём. Да ладно. Значит, я оказался прав. Как всегда, Сергей Александрович. Оратор, если он считает, что это я убил тебя, то я убил тебя, то я убил тебя. Я убила Вешнева, Пирогова и Кургу. Это его право. А ваше право верить ему или нет? Понятно. 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 Что мне нужно сделать, чтобы вы меня не выдавали? А? Хотите, я встану перед вами на колени? Хотите? А хотите, я буду рвать на себя одежду, оправдываться? Серёжа. Хочешь, я буду заглядывать тебе в глаза и молить тебя, чтобы ты меня не выдавал? Как это правильно, как это справедливо. Ставить богатых в известную позу и наваливаться толпой. Сергей Александрович, ведь мы с вами уже это проходили? Проходили? Не подменяй, Ириша. Не буду. Я говорил о совершенных здесь преступлениях. Вы тоже так считаете? Я вообще ничего не считаю. У вас свои счёты. О! Школьная солидарность. Чуть что, все сразу за Гончарова. Только раньше она списывать давала, а теперь... денег может дать. Сколько вы можете дать на каждого, Ирина? Перестань. Нормально. Ты, кажется, майор, ты больше всех нуждаешься. Ты больше всех и получишь. Я не нуждаюсь. Серёженька, я всегда материально тебе помогать буду. Даже из заключения. Не могу больше. Не могу больше. Не... Ну что, так и будем молчать? Федя. Уже поговорили. Ты сказать что-то хочешь, Люд? Чё, Людок? Ты что-то знаешь? Ну давай выкладывай, не стесняйся. А я и не стесняюсь. Не я же пистолет нашла. Козёл, потому и нашёл. Федь, принеси дров, пожалуйста. Камин разожжём. Всё поуютней будет. Нет, нельзя. Чё-чё-чё. Мне нельзя. Почему? А? Потому что... Контроль над собой потеряешь. Потому что ты будешь... Пьяный, потому что... А знаешь, что тебе надо? Тебе надо жить. Зачем? Зачем? Чтобы... Летом... Варить варенье. И зимой его... Варенье. Это всё. Всё. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Как интересно, а? Не хотите посмотреть? Зарядное устройство нашлось. Где? Да. Как оно сюда попало? Я его туда бросил. Федь, зачем? А вы мне маме не дали позвонить. Вот и бросил. Федя, ты соображаешь, что говоришь? Вот. Ты в своём уме допился. Зёма, а куда ты ружьё спрятал, а? А тебе зачем? А я боюсь. Понимаешь, боюсь. Страшно мне. Страшно. А чего ты боишься? Ирина Юрьевна теперь в сложной ситуации. А я не её боюсь. Может, шатуна? Тебя, Зёма. Тебя. Меня? Тебя. 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 Слушай, Людочка, налей-ка нам водки, а? Давай, давай выпьем, а то у всех нервы, понятно. Сём, я не хочу. Тогда в чём дело, Федя? Я охоту не люблю, тем более с травлей. Значит, я Ирину Юрьевну затравил, то есть всё, что я говорил, Федя... Да брось, Зёма, брось, всё это... Никого Иришка не убивала. Кто убил? Ты. Интересно. Ты, конечно, профессионал. Конструкцию здесь целую выстроил, только у тебя свои счёты. Личные, Гришки. Ты же любил её с первого класса, как сейчас помню. А где Гончарова? А Гончарова будет? А Гончарова придёт? Только любовь у тебя была какая-то странная. Более чем. То ли она для тебя слишком гордая была, то ли ты простить не мог, что она умнее тебя. У тебя свои амбиции. Тебе Чангачгу к покое не даёт. Я помню, ты мне рассказывал историю. То ли на даче, то ли в деревне. Ты в индейцев играл? В деревне. Из лука курицу убил. Помнишь, Зём? Вот до сих пор не наиграешься. То ты, индейец, то следопыт, потом морской волк, а теперь следователь. Только Иришка тебя всегда отшивала. На свои дни рождения никогда не звала. Так? Ириша, а ведь он действительно у тебя дома ни разу не был. Уж не знаю, как это у тебя там получилось, но ты её всё-таки подловил. На набережной, в парке, рассвет встречали на выпускном. Помнишь? Извини, Ириш, из песни слов, как говорится. Ведь ты её изнасиловал тогда, Зёма! Что за бред, Федя? Ты чего молчишь? Скажи им! Да что она скажет? Кому она скажет? Ничего она не скажет! Она всю жизнь об этом молчала и молчать будет. Всю жизнь ты это прекрасно знаешь. А вот Андрюха Вешня, если б жив был, подтвердил бы. Потому что всё видел. Что? Ага. Да. Вот такой он у нас был. Любознательный. Я только теперь понимаю, почему Иришка тебе про дочь ничего не сказала. Потому что не хотела иметь дело с тобой! И никогда не хотела! От этого понять не можешь. И до сих пор не можешь! Ты здоровый, как лось был. Всегда верховодил в классе. Да. И профессию себе выбрал. Беспроигрышную. Так что власть над людьми. А Иришка всё равно не твоя. Вот ты её и мутузишь. И в банковское дело ты сам влез, чтобы её топить. Думал, она униженная, приползёт к тебе, а до помощи попросит. А она не пришла. Потому что понимала, что она права. А не ты. И не контора твоя, ментовская. Вот она тебе сказала, когда вы. После какого стакана, интересно, ты это услышал? Тёма, что ты задёргался? Я ж не следователь и не стукач. Я доносить на тебя не пойду. И вообще, по-мужски тебя понимаю. Любимая женщина. Недоступна. Её ж убить хочется. В книжках прочитал. Людок, помнишь, ты мне позвонила, когда у Иришки дочь погибла? Да, я всем нашим позвонила. Ко мне ты пришла. Да, пришла. Я пришла к тебе. Принесла фотографию Маши, чтобы ты наконец понял, что ты наделал. Я виноват с Мишей. Смотри. Когда мы ехали с тобой на кладбище, я же тебе рассказала про Пирогова. Я тебе пыталась объяснить, почему он отказался прийти на операцию. И как мне показалось, тогда ты меня понял. То есть сейчас тебе так не кажется, да? Да не кажется, Зёма. Ну как ты с ним разговаривал-то сквозь зубы? Все видели это? Я понял. Поэтому я убил Пирогова. Конечно, конечно, поэтому. Ты простить его не мог за то, что он отказался от операции. А Вешнева за его ночь с сыркой. Кургу. Ревность. Ревность, Зёма, да. Банальный мотив. Но мотив очень многих преступлений. Вешнева я подбил в медведя сыграть, да? Да Вешнева-то подговаривать-то не надо. Его же хлебом не кормить, дай покуражиться. А ружье твое любимое в руках у пирожка. Ты с Людкой, буги-вуги на второй этаж. Алиби у тебя железное. А потом ты якобы всю ночь мой тревожный сон охраняешь. Только я, как выяснилось, спал у ванной комнаты. А ты там полночи провёл. Тебе ж всё связать надо. Поэтому ты и пирожка так неумело повесил. Чтобы сразу было понятно, что это убийство, а не самоубийство. Ты же всё на неё будешь валить. И пирожка, и Вешнева, и кургу, которого ты застрелил. Из её пистолета. Отпечатков на нём нет. Конечно, конечно, их же Ирка стёрла. Она же матёрый рецидивист, опытный. Топить ты её решил основательно. Может, одумается, письмо тебе напишет слёзное. У вас всё и наладится. На худой конец ты ей посылочку отправишь в места не столь отдалённые. Но амбиции твои будут удовлетворены. Ириш. Так. Вот так взял. Да. Так что всё напрасно. Логично. Логично. Про страсть мою к Ирине Юрьевне доходчива. А я ведь и не скрываю. Может, мне тебя действительно надо было убить. Убедительно, Федя. Очень убедительно. Только зря ты тратил красноречие. Ведь главное, бронь не я оплачивал в гостинице. Дом этот не я снял. Собрал вас не я, она собрала. Ириша, зачем мы тебе понадобились? А что я вам не сказала? Нет. Я же в Лондон собираюсь приезжать. Я попрощаться хотела. На веки вечные. Красивую ты ситуацию создала. Она создала, а ты воспользовался. Федя, ружьё в прихожей. За вешалкой. Не промахнись. Ну что, Люда? Может, и у тебя версии есть? Давай! Ира, подожди, я с тобой. Людмила? Расскажи о видеокапе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А-а-а! Нет, я видела, когда я дверь открыла. Люда. Это Федя на полу лежал. Не было там никакого Федя. А свитер? Федя. Это не свитер, это блед, которым вешнию накрыл. И жил грешно, и умирал смешно. Что? Лучшая шутка вешния. Погиб нелепо, ещё и сгорел. Чёрт, я руку обожгла. Покажи. Если там не Федя, где тогда Федя? Съел медведь, ржался водяр, и спит мне нибудь. Пойдёмте в дом. Я не пойду, я боюсь. Вдруг Федя там спрятался с ружьём, и он ждёт, чтобы нас убить. Людочка, родная, ну что ты придумала? Нет, ты не знаешь, Белкина из-за братков на заказанных убийстве. Всё я знаю. Ты переволновалась. Пойдёмте. А двери все закрыли? Да. Теперь тебе за этот сарай платить придётся. Я заплачу. Да уж, конечно. Кончарова заплатит, она у нас богатая. Не надоело тебе ещё? Люд, завяжи, пожалуйста. Ну скажи ты ему в конце концов, чтобы он успокоился. А что надо сказать? Я сама скажу, раз ты такая гордая. Нет у Ириши денег. Люд, ты что сейчас сказала? Правда. Ты что? Хватит притворяться. Себе хуже делаешь. Он же думает, что ты всесильная. У него же идея фикс. Королеву с медестала сбросить. А королевы давно нет. Ты сходи к ней в кабинет. Посмотри её бумаги. Сходи. Всё липо. Это всё пустые бумаги, чтобы папки заполнить. И драгоценности у неё тоже все фальшивые. Уж я-то в этом разбираюсь. Поверь. Прекрати. Ира, не надо стесняться. Мы все так живём, вся страна. Я не живу, как вся страна. Как же не живёшь? Да у тебя платья все самопальные. Я квитанции на полу в кабинете нашла. Мыло детское, мыло хозяйственное, плюс камея для гостей. Ты ошибаешься. Мыло детское, оно совсем не сушит кожу. А бронь в гостинице? Джип? Шофёр личный? У меня друг в страховой компании. Ирка три месяца назад коттедж продала. В загашнике был с тех времён. Я этому значения не придала. Подумала, деньги к деньгам. А теперь я понимаю, это её последние деньги. Последние. Это всё ради тебя было, Серёжа. Чтобы королевский бал перед тобой разыграть. Как глупо. Глупо? Нет, милая моя. Это унизительно. Унизительно. Но я прощаю тебя. Маленькую, нелепую девочку, несущую мой портфель. Ира, что ты? Ну что, ты захотела от него избавиться? Ты что, ты решил выбросить его на помойку, да? Ира, ты решила остаться свободной? Людочка, ты давно свободна. А я давно богата, Серёжа. Ты чувствуешь разницу? Да или нет, отвечай! Ты всё врёшь! У меня никогда не было столько денег, как сейчас! Моя дочь учится в Лондоне, в самом лучшем колледже! Я всё могу купить! Всё! У меня нет проблем! Ира! Пусти меня! Пусти меня! Ты, 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 ты знаешь, сколько стоит её обучение? Ну-ка, ну-ка. Ты знаешь, Машка, она ни в чём не нуждается. Кто за это заплатит? Уйди отсюда! Я... 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 Я гублю ей... Нуждаются. Купишь? Тёплый дом. Конечно, конечно, купишь. Я оплачу... ...везде её счета. Я не хочу, чтоб она... ...мерзла. Оплатишь счета? Она не будет... Ей... ...там холодно, холодно. Не будет. Не холодно. Успокойся. Успокойся, любимая. Не холодно. Успокойся. 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 Успокойся, любимая. Успокойся. Успокойся. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Я... Продолжение следует... 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 Чтобы ему было несовестно в глаза-то вам смотреть. А то он говорит, как я говорить ребятам, в глаза буду смотреть. Мне же совестно в глаза смотреть ребятам. Самоубийство зачем? Потому что я версию отрабатываю. Самоубийство от угрызений совести. Хотя я тебе и честно, Зюма, скажу, мне в этот самый момент было совершенно наплевать, что обо мне мои одноклассники подумают. Курга. Курга ко мне утром зашёл. Курге дровишки понадобились. А у меня пистолет был, потому что я, когда я ходил за водкой за хлебом, хлеб в пакете лежал, а рядом сумка вот этой вот мадам лежала, лежала вот в этой сумочке. Я заглянул случайно, пистолетик взял с собой. Вот всё, правильно? Белкин. Белкин? Белкин сгорел. Он тоже в сарай пришёл? Нет, нет, Зюма. Нет, я Белкина во дворике вычислил. За что ж ты его? Как за что? Азарт открылся. Охотничий азарт открылся. Белкин. Он же в третьем классе надо мной измывался. Он измывался. Он мне дымовую шашку в раме засунул и кричит, горишь, 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 падай в снег, падай в снег. Я упал в снег, катался, а вы ржали надо мной, как кони, а теперь он покатался по травушке зелёной. Федя умер? Что? Федя умер? Да, душа моя. Федя теперь на небесах. А Никита? Зёма, а по-моему, Ириша-то того. А Никита, он в бане моется. Андрюша, а Никита нет в бане. Где он? Точно того. Пардон, мадам. Я его к забору тащил. Я его к забору тащил, чтобы его шатун съел вместе с пулей. Водички дайте. Ружьё на пол. Не трогай её. Не трогай. Положи ружьё. Не трогай её. Положи. Положи. Толкай ко мне. Хорошо. Не трогай её. Ириша. Это жизненно. Ириша. О-о-о-о-ой. О-о-о-о. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok